Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипе, описание работ, художественно-литературный журнал, редакция журнала «Всеверная иллюстрация», Санкт-Петербург, 1893 год. Летописец Нестор Новоскольцева Нашему древнейшему летописцу Нестору посчастливилось в русском искусстве. Можно было бы насчитать много картин и вообще произведений искусства, в которых главным или единственным лицом является летописец Нестор. Из самых последних попыток в этом роде можно указать на превосходную мраморную статую Нестора работы Антокольского или на картину Новоскольцева. Оба художника поняли свою задачу, каждый по-своему. Антокольский изобразил нам старого схимника, истощенного постом и молитвой, углубленного в свои летописные занятия, человека, отжившего, не интересующегося живым внешним миром и сосредоточившего всю свою мысль и все свое сердце на мире прошлых деяний. Не таков Нестор Новоскольцева, хотя оба Нестора имеют общие черты. Нестор Новоскольцева еще бодрый, сильный, здоровый духом и телом старик монах. Он весь углублен в чтение, только что написанное рукописи. Он со вниманием ее прочитывает, как бы боясь, чтобы в ней не проскользнула какая-нибудь важная ошибка. Внутренность маленькой кели, в которой работает летописец, по всей своей обстановке дополняет эту прекрасную фигуру Нестора. У иконы горит лампадка, дальше видна тяжелая железная дверь, под лампадкой аналой, сброшенными небрежно четками. Все находится в гармонии и дышит стариной, покоем и тишиной. Но лучше всего, конечно, лицо самого Нестора. Его седые волосы, длинная седая борода освещены светом, падающим из окна. Черты лица выражает строгое внимание, с которым летописец читает свою рукопись. Это, по всему видно, не аскет-монах Антокольского, а скорее мирской человек с сильным умственным подъемом, который весь поглощен интересами и судами государства и общества. Описание по художественно-литературному журналу, редакция «Всемирная иллюстрация Санкт-Петербург» 1893 года. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok